Ты забыла сказать три. Добрый вечер, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. Последнее интервью на сегодня с финала Open Cup Powerface. Никита с нами рядом традиционно красные глаза. Ведущий, комментатор, организатор. Ну, в общем, как обычно, у тебя полдюжины ролей. И как прошло мероприятие? Давай микрофон. Друзья, всем привет. Очень приятно видеть в очередной раз здесь в гостях у нас Мишу, Женю. Действительно здорово, ребят, что вы приезжаете. Каждый раз вам безумно рады. И мы отдельно, конечно, стримим на goodgame. И делаете очень важное дело для всех нас. Глаза действительно что-то красные. Устал я очень сильно. Сейчас, на самом деле, в районе 10 часов вечера. И только что закончился финал, закончилась церемония награждения. Ну, я попробую сейчас как-то коротко так поделиться моими впечатлениями. От этого финала. В общем, наверное, самым ярким событием, которое сегодня произошло, была победа команды Коварной над командой Rocket. Это топовая команда Rocket, которая много-много раз выходила на финал. И в команде Коварной играют просто очень молодые игроки. Это самые вообще молодые игроки. То есть, ну, ты же знаешь, да, вы много раз уже приезжали. У нас обычно ребята, ну, где-то там 20 лет, 21 год выходят в топ. А сегодня просто была команда, в которой самый младший игрок, ему вообще 14 лет. И второму игроку, там, ну, не знаю, самому старшему игроку, ему 17 лет. То есть это команда абсолютно молодых ребят, которые всего второй раз в жизни вообще приехали на LAN. И попалась им команда Rocket в полуфинале. Это сложный очень соперник, реально. И ребята просто взяли на трех картах, их победили. Это просто был титанический матч. Каждая карта реально... Счет просто близкий к овертаймам везде. И, конечно, это огромная их заслуга. Я отдельно хочу им выказать респект и поздравить их. Такая молодежь и настолько уверенно вообще держалась. Но мы видим с вами, что не хватило команде коварной сил, просто банально, на мой взгляд, для финального матча. И в их финальной встрече против команды Arena Stars, ну, просто очень легко, на самом деле, Arena Stars их обыграла. Классом, уровнем, опытом. И, на мой взгляд, просто не хватило немножко. Знаешь, эмоций слишком много отдали на полуфинале сил. Бывает такое. Я думаю, что у тебя, в твоей прогеймерской карьере и у меня, на самом деле, тоже были такие моменты. Когда ты, знаешь, там, выигрываешь какой-то промежуточный матч, еле-еле отдаешь себе силы. И, когда ты приходишь в какой-нибудь финал, тебе просто сил нет его играть. Такое бывает. И мне кажется, что с ними произошло вот именно это. Ну, а команду Arena Stars, конечно, поздравляем. Впервые в истории Warface Open Cup команда выиграла турнир два раза подряд. Это действительно выдающийся результат. Это такой реально признак, на мой взгляд, стабильности и профессионализма этого коллектива. Вот. И, конечно, хочется их поздравить. Ну, а что касается самого ивента, то он прошел, как обычно, очень круто. Собралось очень много гостей сегодня здесь, как всегда. MSI были представлены с нами сегодня своей игровой зоной. Подарили просто массу подарков всем. Вручили просто огромное количество подарков самому эффективному игроку, который стал Shaolin, игрок команды Arena Stars. Что касается трансляции, то сегодня у нас есть определенный таргет на эту трансляцию. Мы бы хотели пробить отметку в 2 миллиона уникальных юзеров, которые посмотрят трансляцию за день. Я, к сожалению, пока статистику никакую не получил. Вот в прошлом сезоне мы пробили отметку в миллион 200 тысяч людей. Это, на самом деле, колоссальное просто значение. За это надо отдельный респект выказать нашим друзьям из компании ВКонтакте и Одноклассники. Реально, ребята нам очень сильно помогают, двигают эту трансляцию. Действительно, занимаются глобальной популяризацией компьютерного спорта таким образом. И это, конечно, тоже очень важно. Я не знаю, удалось нам это или нет. Я думаю, что, ну, миллион-то точно мы пробили. А вот, не знаю, два там, посмотрим, узнаю. Надеюсь, что действительно нам это удалось. Мне, Брюс, показы 10 миллионов вы пробили. Ну, не знаю, друзья, 10 вряд ли. Но вот два прям было бы очень и очень приятно, действительно. Так, не мешай нам делать интервью, мужчина с собачкой. В общем, радостный день, радостный финал. Огромное количество добрых, хороших ощущений. Очень приятно было видеть всех игроков здесь. Наверное, сегодняшний финал, следующим таким апгрейдом турнира в этом сезоне стало просто неимоверное количество прессы, которая сегодня приехала. Никогда у нас такого не было. То есть сегодня приезжали и ТВ-каналы снимать всю эту историю. Приезжало огромное количество сайтов. У нас просто рекорд по количеству блогеров, которых мы привезли сегодня на ивент. Можно было с ними постепенно познакомиться. Они там и на сцене обращались как-то к людям. Даже Элис сегодня опять же приехал. Это человек, у которого под миллион подписчиков на Ютубе. Это прям топовые такие серьезные блогеры. Мы очень им благодарны за то, что они вообще принимают участие во всем. И всегда поддерживают такие все наши начинания, участвуют в этом. Спасибо им огромное. Ну и, конечно, отдельный респект. Хочется выказать всем инфопартнерам нашим. Миш, вам обязательно. Спасибо огромное. Вам, как всегда, вообще с вами одно удовольствие всегда работать. Также Virtus.pro, Sport.fm, аргументы и факты, неожиданно. Да, и CyberSports.ru. Это такие вот пять сайтов, которые... Ну и GamesMail.ru, конечно, я здесь не могу не отметить. Все эти наши партнеры очень активно освещают события. И мы им, конечно, за это благодарны. В общем, наш основной таргет на этот ивент было увеличить количество всевозможной прессы, которая освещает это событие. Поэтому я думаю, что Arena Stars завтра проснется просто суперзвездами. Какой вопрос был? Я забыл просто. Может, я тебе вопрос какой-нибудь задам? По поводу следующего мероприятия. Будет ли оно, если есть информация, конечно, по этому поводу и когда? Ну, а мы вообще обычно стараемся не спойлерить такие вещи. Естественно, турнир состоится. Могу сказать, что у нас всегда есть желание сделать какой-то next step, да, там серьезный. То есть это может касаться либо площадки проведения финала. То есть всегда хочется уйти на какую-то большую площадку. Неоднократно мы об этом говорили. Но просто это не всегда возможно. И пока как бы все, что мы рассматриваем, мы делаем однозначный вывод, что нам как-то правильнее, в общем, это все делать в офисе. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы тоже анонсировать какую-то крутую, например, международную историю. Но, к сожалению, никаких пока сроков и анонсов я сделать на эту тему не готов. Могу единственное, что сказать, что турнир, конечно же, состоится. И я надеюсь, что в нем мы действительно увидим, как и сегодня, такие же яркие бои и новые звезды. Ох, хорошо. Значит, следующий вопрос. Следующий вопрос. Меня отвлекает постоянно Брюс с собачкой. Как бы это... Брюс с собачкой, это магия. Это невозможно просто. Окей. Значит, что сделать с тем, что постоянно на финал попадают одни и те же коллективы? То есть участвуют там 1200 команд в отборочных, а все равно приезжают одни и те... Мы не то чтобы устали как бы с одними и теми же интервью делать, но было бы интересно, чтобы новая кровь появлялась, и как бы они начинали бросать вызов этим встречкам. Второй титул MVP, там, двойное чемпионство одной и той же команды. Но где новые люди? На самом деле, если мы посмотрим на другие киберспортивные сцены, мы в большинстве своем увидим то же самое. И это нормально. Если мы вспомним, например, чемпионат России по футболу, то была команда «Спартак Москва», она и есть, да, которая в свое время, там, чуть ли не 8 раз подряд стала чемпионом России. В общем, это результат игр, и мы никак не влияем на этот результат, и никак не можем его изменить. И я думаю, что это совершенно логичный результат, учитывая, что кристаллизовалась такая прослойка игроков, которые очень, на самом деле, берегут свои знания, играют только друг с другом, и очень сложно попасть вот в этот клуб, понимаешь, закрытый топ игроков, да, ну, как бы вот где-то начнешь уже грейдиться действительно очень быстро. Но я при этом не согласен с высказыванием по поводу того, что одни и те же игроки, потому что, например, команда «Коварные» появились вообще в прошлом сезоне, просто прошли через челлендж-кап и попали на финал, и это было большой неожиданностью для всех нас. Сегодня они вновь здесь, и сегодня они уже совсем другие, как ты видишь, они стали значительно сильнее. В общем, тут нет никаких комментариев, это просто результат всех отборочных. Это люди, которые верят в себя сильнее всего, да, которые уже добивались определенных успехов, и я думаю, что они просто вкладывают еще довольно большое количество сил и энергии в это во все. И, конечно, команде, которая не входит в этот топ, да, им сложно бороться. Я же стримивал и все стыковые матчи, и я видел, как происходили эти битвы, слушайте, там была такая бойня. На овертаймах вообще в последних там тоже буквально минутах решалась судьба того, кто поедет на Лан. И могло легко получиться так, что ты бы сегодня здесь увидел не эти команды. Но судьба распорядилась иначе, и мы увидели вот этих ребят. На самом деле для спорта это абсолютно нормально, вот, поэтому тут какие могут быть комментарии? Ребята прошли, ребята выиграли, ребята заслужили право выступать на финале. Ну и напоследок слова. Какие хочешь, пожалуйста, Good Game. Дорогие друзья, дорогие и уважаемые пользователи сайта Good Game.ru, вы очень хорошие. Я с удовольствием читаю Good Game, смотрю иногда всякие стримчики, просто с огромным удовольствием. Давайте, эх, старина, старики, собрались. Наливай. Что ты, пса принес с собой, что ли, на интервью? Игорь Андреевич пришел. Это Роксик? Это Рокси. А, это Рокси. Хорошо. Вот, дорогие друзья, я здесь в окружении таких замечательных людей. Миша, Игорь, Рокси, собачка. В общем, вот в этой чудесной обстановке я просто хочу вам пожелать всех благ, чтобы все у вас складывалось на пути хорошо, что Игорь переводит для таких, знаете, своеобразных людей, на своеобразный язык этих людей. Он хорошо известен Игорю, поскольку он тоже очень своеобразный парень. А вот, например... Ладно, короче. Ребятки, всех благ вам, занимайтесь любимым делом, следите за киберспортом, и пусть удача улыбается вам всегда. Спасибо вам. И немного доната в Warface. Ну да, можете, в принципе, задонатить немножечко в Warface.